1984 год. Почти три десятка лет эта катастрофа была засекречена. Учебный аэродром под Борисоглебском. Лётчик-инструктор майор Иванов и курсант Сайжин во время тренировочного полёта доложили, что видят в воздухе нечто непонятное и срочно идут на посадку. Заходит он на посадку в районе третьего разворота, доложил, выпустил шасси, начал выполнять третий разворот, и вдруг самолёт переворачивается и втыкается в землю. Оба погибают. В расследовании принял участие подполковник Копейкин. Что у них произошло, так и осталось неизвестно. Самопиесты всё сохранило, всё было прекрасно. Самолёт работал, двигатель работал на максимальном режиме, а скорость почему-то падала. Такое было впечатление, что как вот кто-то за хвост его держал. Визуально никого не было видно. Когда начали вытаскивать самолёт, самих лётчиков собирать, вот увидели как раз человека высокого роста, который в серебристом костюме, светловолосый, смотрел в сторону людей. Когда он увидел, что люди направились к нему, он пошёл, так вот раздвигая, раздвинул руками деревья и ушёл вглубь леса. Потом поднялся, значит, шар огненный такой, как раскалённый красным светом. И со свистом ушёл, значит, в южном направлении. Ну, когда их начали, там, вот эту ямку выкапывать, самолёт доставать с самих лётчиков, вот, на, вот так вот, метров, сколько там, 150-200, на опушке сосен увидели огромного человека. Порядка трёх с половиной, ну, мы потом мерили поломанные ветки, значит, смотрели, где-то 3,5-4 метра высотой. Человек, значит, в серебристом костюме был, значит, без головного убора, светловолосый. Он развернулся и пошёл в этот лес, раздвигая вот эти вот, словно траву, вот эти вот деревья. Забежали, когда в лес, вот, то услышали, значит, свист, и над лесом поднялся огненный шар, и низко-низко над кромками деревьев ушёл, значит, в южном направлении. Когда участники поисковой группы доложили об увиденном, им, конечно, не поверили. Сначала даже заподозрили, так сказать, в употреблении. Однако потом к месту предполагаемой посадки неизвестного шара всё-таки отправили ещё одну группу. Совпадение это или нет, но пока группа добиралась до места, там вспыхнул сильнейший лесной пожар, так что искать следы пришельцев, о которых доложил полковник Копейкин, уже было бесполезно. Что же касается причины гибели лётчиков, пилотировавших боевой истребитель, то ею был назван внезапный отказ техники. Это была единственная причина, которая хоть как-то объясняла то, что объяснению не поддавалось.